Здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. О том, как обстоят дела на реке Сула, где под лед провалились два груженных КАМАЗа, сегодня шла речь на расширенном совещании при губернаторе. Напомню, инцидент произошел в начале прошлой недели в 50 километрах от села Коткино. Оба автомобиля полностью ушли под воду примерно на 5-метровую глубину. Водители успели покинуть кабины грузовиков. Владелец техники планирует поднять ее на поверхность в ближайшее время. Ситуация на реке находится на особом контроле всех профильных структур и ведомств региона. Со стороны республики Коми в районе Урочище-Гусенец при переезде по необорудованной, несанкционированной ледовой переправе в ночь с 10 на 11 апреля произошел провал подлет двух автомобилей КАМАЗ с площадками. Погибших нет. На площадках перевозились трубы для буровой установки, а также 10 мешков с глиной. Ушедшие под лед КАМАЗы перевозили трубы и глину для строительства параметрической скважины Северо-Новоборской, которая принадлежит компании «Росгеология». Завоз выполнялся по зимним автодорогам и ледовым переправам из республики Коми. По словам руководителя департамента природных ресурсов Сергея Андреянова, по имеющейся информации о нефтепродуктах загрязнений нет. По прочим примесям образцы находятся в процессе исследования. Что касается буровых реагентов, по информации перевозчика, это блинопорошок и реагент ФХЛСМ, так называемый, это биоразлагаемый, четвертый класс опасности, что в принципе говорит о том, что для окружающей среды это не опасно. Тем не менее, группа, которая была на месте, она взяла пробы воды, в том числе ниже по течению, и уже по результатам анализа можно будет судить о том, насколько опасна для окружающей среды ситуация. В настоящий момент отрабатывается как собственниками груза, так и владельцами транспорта вопрос незамедлительной очистки реки от машин и от груза. Как отметил Сергей Андреянов, собранная информация о происшествии сегодня будет направлена в прокуратуру для принятия соответствующих мер реагирования. Ситуацию на контроле держит и глава Коткинского сельсовета Вадим Глухов, ведь происшествие случилось в 50 километрах от села Коткино. Мониторинг мы ведем, тесных связей с экологией и природопользованием, реагируем, помогаем друг другу и взаимосвязь держим. На расширенном совещании глава региона Игорь Кожин обратился к главе администрации Заполярного района с вопросом, не помешает ли происшествие на реке Сула с северному завозу. Мы тоже держим на контроле, потому что действительно, насколько мы знаем, обязали этих виновников инцидента русло очистить. Поэтому одно дело обязательно очистить, а второе. Согласен, согласен. Тут осталась неделя, и через неделю, собственно говоря... Судоходность у Сула мы знаем какая, и два КАМАЗа на дне это... Ну, то есть это проблема. Это, возможно, будет проблемой, поэтому тоже смотрим. Губернатор округа поручил аппарату администрации выйти на заказчика работ, чтобы ускорить процесс очистки реки от КАМАЗов и груза. Вы обращение сделаете в мой адрес, и просьбу к аппарату давайте на заказчика этих работ, значит, телеграмму, потому что у нас осталось движение по тундре за четыре дня. Хорошо, сделаем. И понятно, что выдача сейчас этих автомобилей – это слишком дорогое удовольствие. Понятно, что подрядчик не захочет это делать, будет ждать с моря погоды. А там же, как обычно, у нас есть подрядчик, у подрядчика есть второй подрядчик, и этот подрядчик нанимает субподрядчика еще очередного. И там вот два частных предпринимателя, я так понимаю, сейчас будут крайними. Ирина Нежалова, Леонид Жишелов, Телеканал «Север». Субтитры создавал DimaTorzok